Они развивают скорость до 90 км в час и летят несколько десятков метров. В Сочи прибыли, пожалуй, самые отважные спортсмены – летающие лыжники. Первенство и чемпионат России собрали более 80 лучших спортсменов из 12 регионов, в том числе и членов национальной сборной. Соревнования среди летающих лыжников проходят на олимпийских трамплинах «Русские горки». За свою не очень длинную историю комплекс уже принял немало соревнований. Тестовых, доигранную, конечно, саму Олимпиаду. После ее окончания чемпионат России для русских горок – первый крупный турнир. Дорога уже, будем говорить, сюда проложена. Они уже летом были здесь на сборах. И теперь я абсолютно уверен, что где-то 3000 детей, которые занимаются Российской Федерацией, они со следующего года пройдут в Сочи, начиная как учебно-тренировочные восстановительные сборы. Комплекс «Русские горки» уникален тем, что может принимать соревнования круглый год. Зимой лыжники, скользя по льду, приземляются на снег, летом – на траву. У нас две системы. Система орошения и система снижения. То есть орошение мы применяем на летний период. Происходит орошение водой, тем самым скольжение улучшается. А зимой при отрицательных температур. У нас стоят около восьми ружей и четырех пушек. Мы можем делать искусственный снег, покрывать трамплин и проводить мероприятия. Сами спортсмены выступить на Олимпийской трассе считают за честь. Тем более, что трасса домашняя, плюс очень интересная. Очень приятно выступать на Олимпийском трамплине. Вологий прямой такой. Не надо вкатываться и только ногами работать. А вот так к старту готовятся сочинские спортсменки. Наш город на первенстве страны будут представлять три лыжницы. Тренер с надеждой смотрит в будущее. Грех не показывать высоких результатов, когда тренировки проходят на таких трамплинах. Дома надо тренироваться. Туда ездить за медалями. Мы уже здесь практически все лето тренируемся. Уже порядка 150 прыжков сделали. Опыт уже видно, что накручивается. Результат уже растет. В том плане, что первые прыжки были примерно по 40-45 метров. И сейчас уже девчонки летают за 60. Сегодня в Сочи прыжками на лыжах с трамплина занимаются около 50 ребят. Пока те, кто помладше, тренируются на малом трамплине в Кудепсте. Но, возможно, скоро начинающие лыжники поменяют прописку. Русские горки будут продолжать разбиваться. Так в планах федерации по прыжкам на лыжах построят здесь же еще два трамплина 40 и 60 метров. Для того, чтобы в одном комплексе вместе с уже опытными спортсменами могли тренироваться и соревноваться начинающие летающие лыжники. Сегодня в первый день чемпионата прошла первая официальная тренировка. А завтра программу соревнований откроют юниоры. Продлится турнир до 20 октября. Ольга Десятова, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ.